Подготовку к ответному матчу Кубка Кубков с греческим АЕКом московский локомотив проводит на своей базе в Хосте. Дважды в день подопечные Юрия Сёмина занимаются на весьма приличном для этого времени года футбольном поле, где во вторник прошла и контрольная игра с майкопской дружбой. Железнодорожники победили 4-0, причем три мяча забил набирающий былую мощь Гарас. Следующей по плану должна была стать встреча 14 марта на Кубок России с торпедо Лужники. Однако из-за капризов московской погоды ее перенесли, и это не прибавило настроения тренерскому штабу локомотива. Мы рассчитывали на эту игру, которая была официальная, и перед матчем с АЕКом она нам нужна, потому что в этом матче было бы напряжение, в этом матче был бы официальный футбол, но ее уже, видимо, не будет, и она не состоится. Мы сегодня поменяли опять свои планы, и не возвращаемся в Москву, и не готовимся к матчу 14-го числа, а остаемся до 16-го хвостя и продолжаем подготовку к Греции, не имея, конечно, спарринга, партнера. Это такой не очень хороший момент для нашей команды. Встреча между Спартаком и Локомотивом не входит в план руководства и того, и другого клуба? Мы сегодня предложили Спартаку сыграть матч 13-го числа, у них, видимо, все было запланировано, они отказали в проведении этого матча. Сами футболисты отнеслись к неожиданным переменам весьма философски. В общем-то, и силы можно приберечь к важной игре с АЕКом. С другой стороны, и поле обрубывать было бы неплохо, локомотивы, и, в общем-то, сыграть в этой обстановке перед АЕКом тоже было бы полезно. Как вообще настроение вот внутри, в команде? Настроение нормальное, боевое, в общем-то рабочее. Все мысли сейчас об АЕКе, об игре предстоящей. Физически локомотив выглядит вполне прилично. И хотя нынешняя скамейка запасных позволяет найти достойную замену дисквалифицированным Дроздову, Смирнову, Арифулину, шансы своей команды на выход в полуфинал Семин по-прежнему оценивает как равные, держа в уме и возможную перспективу после матчевых пенальти. Сюрпризы в современном футболе бывают очень редко, но в своей козыре мы постараемся более веско преподнести в этом матче. И второе, это нам же нужно забивать, в этом матче нам обязательно нужно забивать, поэтому задачи атаки для нас, в общем-то, будут стоять на таком, на первом плане. Хотя и греки очень опасны контратакующих действий, особенно форвард Николаедис, который лучший игрок сборной Греции, очень быстрый и, конечно, у нас будут проблемы.